Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Рыбалка. Вечер добрый. В эфире «Рыбалка» с доставкой на дом. В ваши уютные кресла, диваны или, может быть, вы в своем уютном автомобиле находитесь сейчас и слушаете нас. Также нас можно слушать на сайте эхокирова.ру. И, кроме того, сразу хочу напомнить, что все программы выкладываются на сайте эхокирова.ру и на нашем YouTube-канале. То есть речь идет о видеоверсии. Добрый вечер еще раз. Меня зовут Владимир Сметанин. Этот час мы проведем, надеюсь, что не безинтересно, вместе с экспертом компании «Арсенал» на Комсомольской 8, Василием Мамоновым. Василий, приветствую тебя. Да, добрый вечер. Да, очередная наша встреча. Спустя неделю по четвергам, именно с 8 до 9, мы посвящаем беседу рыбалке. Затем программа повторяется в воскресенье после 16 часов. Ну, перед тем, как обозначить тему, давай я скажу о том, что 8 марта же не за горами. Да, хороший праздник женский. А у нас есть фотоконкурс. И я знаю, что немалое количество представительниц прекрасного пола... Рыбачек. Да, рыбалкой увлекаются очень активно. И у нас уже были попытки, ну, хорошие попытки такие, поучаствовать в нашем фотоконкурсе. И в преддверии международного женского... Почему же нас уже побеждали? Да, и в преддверии международного женского дня мы решили наш конкурс полностью женщинам посвятить. Вот сейчас, внимание, и мужики тоже, если ваша вторая половина не слушает, вы ей обязательно передайте. В честь 8 марта наш фотоконкурс приобретает такой женский прекрасный окрас. В следующий четверг, ровно через неделю, вот Василий сейчас держит в руках своих приз. Это купоны на 30 литров бензина от генерального партнера нашей программы компании «Движение нефтепродукт». А без движения у нас нет ужения? Нет ужения. Да, это без разницы, мужчины или женщины. Вот такая же. Нужно всем двигаться, да. Достаточно эти 30 литров бензина автору того снимка, который, по мнению нашей редакции, окажется самым эффектным, самым красочным. Я не знаю, что там может быть самый большой трофей или, может быть, какой-то оригинальный ракурс вы выберете. Имеется в виду снимок прямо на рыбалке. Еще раз. Рыбачка в кадре, ее улов. Это обязательно. И обязательно, во избежание всевозможных недомолвок, мы очень просим, чтобы фотография была выложена с аккаунта, вот с той страницы ВКонтакте. Собственно, кому, какой женщине это все принадлежит, этот улов. Все, пожалуйста, ищите в нашей группе ВКонтакте соответствующий пост, выкладывайте там фотографии. Ну и не хвостанье чешуи, не пуханье пера, 30 литров бензина. Ну и, кроме того, сегодня Василий в течение программы по традиции задаст вопрос на самого внимательного. Сегодня вопрос будет заковыристый такой. Да, я-то уже знаю, у меня уже вылетело, честно говоря, из головы, я имею в виду правильный ответ. Но вы будьте внимательны, уважаемые слушатели, как только услышите вопрос от Василия Мамонова, берите мобильный телефон, отправляйте свой вариант ответа на номер 8 909 720 101. СМС к пришедшей первой с правильным ответом у нас выиграет. И выиграет она, вернее, ее автор выиграет у нас подарочный сертификат от магазина «Арсенал» на «Комсомольская 8». Все очень просто. Ну а теперь тема. Тема весьма и весьма интересная. Вот сейчас Василий до начала программы с такой небольшой долей грусти рассказывал о том, что, ну, зимняя рыбалка, она вроде как уже вот все позади. Все, у нас ведь весна уже начинается. Мы к лету готовимся, ждем. Надо ждать весны, активно пополнять свои припасы, базу знаний, базу приманок расширять и так далее. И поэтому мы сегодня устремляем свой взгляд рыбацкий уже вперед в теплое время года. И будем мы сегодня говорить о так называемой джиговой ловле. Я правильно, да? Да, совершенно верно. Мы сегодня поговорим именно о джиговой ловле, причем в разрезе именно нашего региона и нашей любимой всеми реки Вятки. Вот прямо на Вятку мы сегодня отправились. Вот прямо на Вятку. С джигом. Да, мы поедем на Вятку, мы сегодня коснемся... Ты чего ехать, вон она рядышком. Да, мы коснемся, скажем так, снастей, которые нам необходимы именно на Вятке, особенности, которые диктует река. Мы коснемся немножко приманок, которые мы там используем. Там тоже есть свои интересности, тонкости и хитрости. И мы немножко поговорим о выборе места для ловли. Это важно? Это джиговые рыбалки, это, наверное, ну вот процентов 80 составляющего будет зависеть от того, насколько правильно мы поставим лодку и в нужном месте. А, мы коснемся все-таки ловли не с берега, а именно с плавсредства, да? С лодки. Мы сегодня будем говорить о ловле с лодки, потому что ловля с берега джигом именно на Вятке, она сильно затруднена тем, что у нас очень много коряк. И, к сожалению, проводка поперек течения, это практически всегда неминуемый зацеп. Ну, за редкими исключениями. Можно ловить, ловят, но более эффективная, качественная и, самое главное, такая вот вдумчивая рыбалка, это именно с лодки. Ну, давай, если останется время все-таки для того, чтобы обнадежить тех, у кого нет лодки. Ну, немножко, да. Если успеем, то расскажем об особенностях ловли на джиг и на берега. Я, если честно, вообще хочу одну из передач сделать о береговой рыбалке на Вятке. Ну, вот она будет касаться вообще, вот именно будет отдельная у нас передача, возможно, там, нет, на следующей неделе, наверное, мы обзор выставки сделаем, да? Да, Василий отправляется в командировку, да. Немножко, программа выходит наша в записи, да, кстати. Вот, немножко раскроем секрет, да, и, соответственно, там мы поговорим о том, какие новинки нас ждут в будущем рыболовном году. А вот в следующую передачу сделаем о рыбалке с берега. Вообще на Вятке, там я расскажу, ну, мое видение, которое там ни в коем случае, не знаю, там, за истину брать, наверное, не стоит. У каждого оно свое, но, тем не менее, поделюсь секретами. А пока сейчас у нас джиг на Вятке, с лодки, вот мы приехали, все. Перед тем, как поехать, мы, соответственно, должны выбрать для себя снасти, скажем так, основу джиговой рыбалки. Что вообще такое джиг? То есть джиговая ловля, это ловля на искусственные приманки, так называемой ступенчатой проводкой в придонном слое, но бывают исключения. Джигом можно, на самом деле, ловить и в толщу воды. Ну, это такая вот исключение из правил, так называемый пилогический джиг. А сам термин джиг, он как-то переводится? Честно скажу, даже не знаю, но однозначно эту штуку придумали и мы переняли у американцев и японцев. То есть они джигом ловят очень-очень давно. Но у нас джигом начали ловить в России, ну, это где-то вот, наверное, там, конец 80-х, начало 90-х. Да, оказалось гораздо позже уже. Это было в тот момент. Есть такой замечательный, скажем так, гуру спиннинга, да, и, слава богу, мой хороший товарищ, это Константин Евгеньевич Кузьмин. Тот, кто причастен к рыбалке, я думаю, что эту фамилию и имя точно знают. Вот. У него в начале 90-х годов вышла такая книга, которая для многих была настольной, вот как Сабанеева. У него была книга, она называлась «Джиг спиннинг». И, честно скажу, вот я, будучи еще вот такой совсем пацаном, да, я зачитывался этими книгами. И мне вот, я считаю, что очень несказанно повезло, что я лично знаком с автором, да, и нам, ну, приходится, мне там, приходилось с ним рыбачить. Я надеюсь, еще мы не раз вместе выберемся на водоемы. Вот. Вот. И там, в принципе, вот такие вот основы какие-то были прописаны, но на тот момент, ну, с учетом того, что тогда еще и снастей-то толком там не было, и, ну, вот именно основы как ловить, что это за проводка, и вообще зачем и почему. И вот из разговоров с Константином Евгеньевичем я узнал такие штуки, что вот в то время это была, скажем так, отдельная такая, скажем так, секта. Каста. Вот такая вот рыбацкая, да, в которой там реально вот по секрету друг другу на ушко передавали, слушай, я там вчера вот поставил груз, там, вот такую приманку, все, там, 20 судаков там поймал. Вот. Вот. И по рассказам там реально было рыбы очень-очень много. Почему? Потому что она стояла в ямах, если раньше там ловили, какими-то колебалками, там, еще что-то, да. Ну, блесной. То есть не понимали, как это все сделать, она стояла нетронутая. И когда вот в эту яму попадала приманка, и когда она шла правильной проводкой в придонном слое, там, рыба сходила с ума, и ловы там были какими-то фантастическими. Ну, это вот из истории джиговой ловли. Ага, любопытно очень, да. Вот. Где-то, наверное, в конце 90-х, начале 2000-х случился такой джиговый бум. То есть все и вся стали ловить. Кто-то проболтался. То есть, ну, кто-то, там не то, чтобы кто-то проболтался, к нам просочилась информация. То есть у нас появился там какой-никакой интернет, да, мы стали там читать какие-то статьи, появились какие-то рыболовные форумы с какими-то отчетами о рыбалке. Видеоролики, где можно увидеть это все. Да, началось эра, скажем так, вот, наверное, самое такое вот развитие, там, это конец 90-х, начало 2000-х, это журналы о рыбалке, да, рыбачьте с нами, спортивное рыболовство, там, и ежи с ними, вот, в которых публиковались как раз же вот эти же вот авторы, там, Кузьмины все оставшиеся, которые на тот момент, ну, там, у всех были на слуху и были такими очень медийными, популярными личностями, коими и по сей день остаются. Вот. И, то есть у людей появилась информация, люди начали что-то это перенимать, да, там, ехать на свой водоем, там, пробовать. У некоторых получалось, и у некоторых получалось очень хорошо, и результаты, там, зашкаливали. Прости, Василий, одновременно это все и в продаже появилось еще? Да. Мало того, что прочитать, это же надо где-то еще и достать. То есть это начало появляться в продаже, причем не только, там, в крупных городах, а даже вот в нашем городе, как сейчас помню, там, в спорттоварах, там, начали привозить, там, силиконовые приманки, то есть это были, там, твистеры и выброхвосты какие-то, но, тем не менее, они появились. Поэтому все, да, у нас вот начался вот этот бум. Затем это все так лавинообразно развивалось, причем очень быстро, и где-то, наверное, вот, ну, к 2004-2005 году у нас в городе, там, джигом ловило уже очень-очень много людей. Вот, и до сих пор эта ловля остается очень популярной, связано все с тем, что, ну, во-первых, при правильной постановке и при правильных снастях, и, скажем так, немножко имея, там, какого-то теоретического опыта, ну, вот, в голове именно, да, и перекладывая его уже на практику, реально можно поймать хорошую трофейную рыбу. То есть мы ловим там, куда, там, воблер, там, за редкими исключениями мы практически не закинем, там, блесной ловить бесполезно, да, если это не в отвес, там, вот, ну, вот, реально мы залазим в те места, где может жить хороший крупный трофейный хищник. Обязательный опыт в виде, там, блеснения, он нужен для того, чтобы джигом начинать рыбачить? Да, в принципе, нет. Можно вот прям сразу. Да, здесь самое главное – это понимание того, что мы делаем, то есть понимание, вот, позиционирование себя на реке, то есть, ну, реально каждый рыболов, приезжая на рыбалку, там, на какое-то время должен стать рыбой, вот, как бы это банально ни звучало, но, тем не менее, это действительно так. Думай, как рыба. Думай, как рыба, живи, как рыба, пойми, вот, вот, если ты будешь рыбой, где тебе удобнее стоять, как тебе удобнее охотиться, то есть, за какой приманкой тебе удобнее охотиться и что к чему, то есть, ну, вот, банальный пример. мы никак не можем перейти к выбору снасти, но, тем не менее... Да, да, пару минут, да. Да, вот банальный пример, например, лето, июль месяц, жара, горячущая вода, тепло, всё здорово. Казалось бы, мёртвый сезон, а на самом деле вот в это время клюют очень хорошие трофейные рыбы. Вот у меня большинство пойманных крупных рыб именно вот в это время связано всё с чем? С тем, что они клюют на нестандартных для джига местах, и, во-первых, на этих местах не все ловят, и, соответственно, прессинг на вот эту крупную рыбу, он меньше. То есть все как? То есть джиг – это, значит, большая глубина, придонная проводка, ловля в коряжнике, там, где живёт трофей. Окей, у нас на улице плюс 30, температура воды там плюс 27, она горячая. Что рыбе-то делать в коряжнике на глубине? Там нет кислорода? Дай угадаю, мы говорили об этом, на перекаты идти. Да, да, да. То есть там нет кислорода и там нет пищи. Соответственно, мы идём на перекаты. Но вот здесь есть одно но. На перекатах вода насыщена кислородом, всё классно, там много пищи, хищнику там раздолье, всё супер. Вот он стоит там за своим бугорочком каком-то и ждёт, когда-то мимо пролетит какая-то рыбка. Но есть нюанс. Вот мы стали рыбой. Удобно ли вам, вот, поставьте себе на место рыбы, вот вы щука, там, не знаю, всё. Вы стоите там за каким-то закуточком, там течение слабее, да, и вот мы стоим. Видим, что проплывает рыбка там в 10 сантиметров. Чтобы за ней кинуться, нам нужно преодолеть силу течения, соответственно, выйти на сильную струю. И вот сожрём мы эту 10-сантиметровую рыбку маленькую, но мы ж не наедимся. И нам надо как минимум ещё раз... Так ещё не вечер, как говорится. Нет, вот нам надо будет как минимум раза 3-4 туда сплавать, чтобы насытиться, правильно? Соответственно, сколько мы потеряем сил? Зачем? Мы будем ждать. И вот мы смотрим... Более солидные размеры, да? И мы вот смотрим, о, смотри-ка, вон там чихонька какая-то 300-граммовая плывёт, да, я её съем. Всё, мы делаем один-единственный бросок, тратим минимум энергии, получаем максимум результата. Соответственно, это я к чему? Ну, так это можно даже рыбой не быть, а так и человек зачастую размышляет. Совершенно верно. То есть это нормальная логика. А я это к чему? К тому, что, например, вот у меня когда спрашивают, слушай, а ты каким удилищем ловишь там в июле? Я говорю, я ловлю удочки до 100 грамм. Он говорит, зачем? Там вроде бы, что там, река, уровень воды маленький, зачем тебе 100-граммовый? Это много или мало? Это очень много, 100 граммов. Куда тебе такой дрын там? А ситуация вся в том, что вот на этих перекатах я ловлю очень крупной резиной, которая весит сама по себе очень тяжело. То есть у меня джиг-головка, которая на ней установлена, может быть весом 20 грамм. Но вот эта сама резина весит еще 60. У меня общий забрасываемый вес получается 80. Поэтому мне нужна такая палка для того, чтобы на сильном течении я смог провести вот эту крупную резину. Тарас. Во-вторых, чтобы я смог сделать эффективную подсечку и вывести трофейную рыбу на сильном течении. Поэтому я использую такие удочки. И они оправданы. И вот как раз, когда мы встаем в нестандартное место для джиговой ловли перекат, и вроде бы на перекате бы нам поставить какую-то маленькую там приманочку, а мы ставим там 6-7 дюймов резину очень крупную, и медленной-медленной ступенькой проводим ее по этому перекату, там чиркая по барханам. Вот здесь мы реально можем ждать, и они случаются. Причем регулярно поклевку именно хорошего крупного хищника, который там стоит. Ну, давай к конкретным уже каким-то параметрам, конкретным рекомендациям переходить. Ну, вот если... Перед тем, что нам нужно. Нам в первую очередь для джига нужно удилище. Скажем так, это такой наш рабочий инструмент, как, не знаю, там у музыканта скрипка, там гитара и все оставшееся. То есть вот это наш инструмент. Удочек на сегодняшний день, спиннингов именно на рынке, там какое-то несметное количество. Можно выбрать там на любой вкус цвет и кошелек. Тем не менее спиннинг для джиговой рыбалки должен отвечать там следующим требованиям. Ну, во-первых, во-первых, это должна быть достаточно жесткая палка для того, чтобы мы все-таки ловим крупную рыбу. Да, и нам нужно, ну, того же судака там просечь. Соответственно, жесткость, она имеет еще и вторую сторону. То есть такая палка, как минимум, будет очень чувствительная. Их еще называют звонкие. То есть вот она прям будет малейшее, там, прикосновение рыбы к приманке, мы будем чувствовать в руку. Вот. И дальше палка, именно вот спиннинг для джиговой рыбалки. Есть еще одна составляющая, которая должна в нем, в принципе, присутствовать. Ну, мне вот нравится такой типаж. Это так называемая визуальная составляющая, когда мы еще и видим, помимо того, что мы чувствуем, мы еще и видим касание там приманкой дна, поклевку, да, какую-то там коряжку мы там можем увидеть. Вершиночка, да? Вершинка, она должна быть чуть более смягченная, да. Ну, то есть как кивок на зимней рыбалке. То есть у нас верхняя часть бланка чуть-чуть смягченная, дальше идет жесткая средина и очень-очень мощный комель. Такие спиннинги имеют в строе так называемый экстрафаст. Когда у нас работает первая треть бланка, да, то есть она вот чуть смягченная, дальше именно жесткая палка. Я помню, давайте, слушатели, напомним, что в архиве есть одна из передач, где мы подробно говорили о разновидностях спиннинга. А вот, поэтому удилище с тестом экстрафаст, оно будет, ну, по мне, наверное, одно из самых правильных. Почему важна вот эта визуальная составляющая? Потому что не всегда, к сожалению, на рыбалке бывают идеальные условия, в которых мы можем ловить. То есть это может у нас быть там сильный боковой ветер, волна какая-то или еще что-то. Может у нас выдувать вот как раз петлю из нашего шнура, из плетеного, и мы можем в руку не чувствовать касание там дна, корягу и даже поклевка, если она очень слабая. Вот, соответственно, здесь варианты, либо мы увеличиваем вес груза, да, для того, чтобы повысить чувствительность, но это не всегда оправдано, потому что вот нечасто рыба вот на перегруз реагирует, ну, не очень хорошо. Так, если человек придет в магазин, скажет, я буду ловить аджик, мне нужно удилище экстрафаст. Мне нужно удилище экстрафаст. Это все нормально. Это первое. Вот, дальше, ну, мы должны, ну, продавец, конечно, там, предложит какие-то варианты. Однозначно продавец спросит, где вы будете ловить. То есть мы, скажем, там, на вятке. Вятка тоже бывает разная. И следующим критерием выбора обязательно нужно, ну, подобрать тест удилища. То есть это вес забрасываемых приманок, с которым адекватно удочка будет работать. Здесь тоже есть нюансы. Ну, давай минимум-максимум проговорим. Ну, вот, минимум для вятки, по мне, это минимум, верхний тест у удилища, это 28 грамм. Ага. Максимум, там, ну, это вот 100 грамм. Ага. Вот. Самые популярные удочки, это с тестом до 56, там, до 60, до 45, ну, вот такие. Честно скажу, так или иначе, в арсенале должно быть ни одно удилище, то есть несколько удочек под разные задачи. Но если мы вот только начинаем свой путь в этой джиговой рыбалке, да, там, чтобы там понятие попробовать, чтобы там что-то такое вот приобрести, я бы, честно скажу, взял, наверное, такой средний универсал. Это удочку с тестом, там, 16-56, 14-50, вот, ну, вот что-то такое. На самом деле не нужно бояться верхнего теста, большого. Многие говорят, а я там кидаю ведь приманку в 20, там, грамм с копейками, зачем мне 50? Здесь ситуация следующая, вятка, это река с достаточно быстрым течением. В некоторых местах очень быстрым течением. Вот. Во-первых, мы используем априори более, ну, тяжелые груза, это раз. Во-вторых, у нас на снасть при проводке еще и действует сила течения, то есть приманку мы ведем против течения, она получает бешеное сопротивление, и удочка ни в коем случае вот не должна проваливаться, то есть так называемый термин, вот, провал удочки этот говорит о чем? То есть у нас верхняя треть бланка вот сгибается, и все, и она не может распрямиться. Соответственно, если в этот момент у нас произойдет поклевка хорошей крупной рыбы, нам ее нечем будет подсекать, у нас половина бланка выключена из работы. Мы сделаем характерное движение, да, подсечку, но мы тем самым усилия-то не передадим на самый конец снасти. Не передадим, но необходимое и нужное усилие. Вот, соответственно, удочка поверху теста должен быть запас. Это, во-первых. Во-вторых, вот еще многие совершают ошибку, особенно начинающие рыболовы, вот они приобретают там удочку с тестом до 40 грамм, потом приходят и говорят, ну, там несколько вариантов развития событий бывает, могут прийти и сказать, вы знаете, у меня удочка сломалась, вот, или, ох, у меня было... И чем в этом случае? И вот, ну, в этом случае начинаешь там уже разговаривать, и потом понимаешь, из-за чего она сломалась. Либо второй вариант, там, вы знаете, у меня было 10 поклевок, ни одну не достал, там не подсек, вот у лодки сходит. Вот, а что происходит? То есть человек приезжает на рыбалку, вешает там 20 грамм, приманку какую-то кидает, ага, не хватает веса, там, добавляет, 28, там, кидает, не хватает. У него же 40 грамм. Ну да. И он уже переходит. И он, в конечном итоге, там, вешает, там, ну, 36, там, грамм, вроде бы, я же чуть до 40-ка-то ведь не это самое. Не забывай про вес приманки. Вот, вот, совершенно верно. А многие же на это не смотрят. То есть, ой, у меня же 36 грамм висело. Ну, что-то я вот сейчас вот еще там приманочку поставил, а приманка там в 4 дюйма может весить там 10-12 грамм. То есть общего веса у нас уже получилось, там, 50, а не 40. На силовом забросе удочка ломается. Он приходит и говорит, ну, что-то вот у меня вот произошло. Начинаешь разговаривать, на этом 36 грамм повесил. Это же деликатно объясняет. Ну, нет, понятно, что мы объясняем деликатно. Мы берем похожую приманку, там, похожий груз, весы, которые есть в нашем магазине, кладем это все на весы, человек смотрит, и, как правило, на этом все заканчивается. Молча забирают спиннинг и уходит. Вот. Ну, то есть заказываем новую вершинку, либо покупаем новый спиннинг. Здесь уже вариантов нет. Слушай, Василий, да, тоже такой дилетантский вопрос. А можно вот эту верхнюю границу теста брать, ну, там, как это выразиться-то? С запасом? С запасом, да, значительно больше. Либо надо все-таки стремиться точь-в-точь вот по тесту. Лучше. Раз ты кидаешь эту приманку, значит, такой тест примерно и должен быть. Да, просто на самом деле можно взять там удочку с тестом до 100 грамм. Ну, мало ли, мало ли когда-то зацеплю чуть-чуть. Ну, во-первых, нужно все-таки ориентироваться в первую очередь на те приманки, которые мы ловим, которые есть у нас в арсенале. То есть, да, вот если мы там, например, у себя имеем там в коробке приманки размером там не больше 4 дюймов и веса джиг-головок у нас там не выше там 36 грамм, но нам палка до 100 грамм в принципе не нужна. Почему? Потому что мы, как минимум, с таким удилищем, с такими весами для себя снизим порог чувствительности. То есть, мы все-таки будем не так остро ощущать поклевку, а самое главное, мы не так четко будем контролировать проводку. А вот это вот очень важно в джиговой рыбалке. Именно контроль проводки. Для чего мы и выбираем максимально звонкую удочку, максимально там визуально составляющую какую-то, да, для того, чтобы мы контролировали проводку. Потому что поклевку даже вот, не знаю, там 100-граммового окуня проспать нереально. То есть, на сегодняшний день, ну, все равно, то есть, на сегодняшний день материалы, из которых изготовлено удилище, даже там в среднеценовом или там бюджетном сегменте, они очень хороши, и удочки, ну, скажем так, звонкие и чувствительные. То есть, поклевку там не проспать. Вот. А именно контролировать проводку вот здесь, да. Там вот нам как раз и нужны вот эти все нюансы. Мы в первую очередь, что такое контроль проводки? Мы должны точка, четко ощущать момент касания дна. То есть, это важно. То есть, вот у нас приманка упала на дно, мы ощущаем. Для чего это нужно? То есть, в некоторых случаях, например, там, ну, раньше там, не имея холота, сейчас там, например, не имея электрического якоря, там, чтобы не переставляться, да, по тому, как у нас отбивает груз, мы можем судить о грунте, куда мы кидаем. То есть, если у нас мягко падает, значит, упало в ил. Если у нас там звонко стукнуло, это либо глина, либо камни. Да, то есть, если у нас стучит так достаточно звонко, но мы чувствуем, что с таким провалом, и когда начинаем, грубо говоря, груз поднимать, у нас там так, ну, грубо говоря, с таким протаскиванием чуть-чуть, значит, там достаточно твердый песок. А зная грунт, который вот тут в зоне ловли у нас есть, мы, в принципе, можем ориентироваться и понимать, какого хищника мы можем поймать, да, потому что судак там на иле никогда стоять не будет. Это программа «Трофеи рыбалка». Напоминаю, у нас заканчивается первая половина разговора, я просто про времени сужу. Это Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8, и мы сегодня говорим о джиговой ловле. О джиговой ловле именно на вертке, причем с лодки. Мы договорились отдельно поговорить о береговой ловле на нашей любимой реке. Сейчас будет небольшая пауза, не проспите вопрос от Василия, где мы разыграем подарочный сертификат от компании «Арсенал». Продолжаем наше общение. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Все у меня вертелся на языке вопрос, все-таки, сколько нужно иметь в кармане денежных средств, человеку, который впервые отправляется за, ну, главным образом, удилищем, раз уж мы о них говорили. Я даже скажу, что... Я понимаю, что эти вещи довольно субъективные, но вот все-таки... Да, но здесь я даже так вот скажу, что не то чтобы за удилищем, хороший, действительно рабочий джиговый комплект сегодня можно собрать в районе 5000 рублей. Причем это будет... Это включая уже определенный арсенал приманок. Причем это будет, да, это будет спиннинг, это будет катушка, это будет шнур, это будут поводки, это будут крючки, это будет минимальный набор грузов и там, грубо говоря, несколько типов приманок. То есть, на самом деле, не таки дорого. Ну, да. Ну, так довольно бюджетно, конечно. То есть, не таки дорого, как казалось бы. Понятно, что предел, скажем так, суммы не ограничено. Мы минимум можем обозначить. Босмословно дорогие и катушки, и все оставшиеся, но, тем не менее, вот для начального уровня этого вполне достаточно, потому что, как я уже говорил в наших предыдущих передачах, на сегодняшний день очень многие производители именно в бюджетном ценовом сегменте делают настолько качественные вещи. Ну, там реально вот такая по-доброму война идет. Кто сделает лучше и дешевле. То есть, если раньше там кто сделает лучше и дороже, сейчас кто сделает лучше и дешевле. Ну, потому что... Ну, время такое, да. Бюджетная снасть покупает, спрос на них выше. Хорошо, давай, перед тем, как мы будем плясать дальше, и уже, видимо, от удилища надо переходить к следующим приборам, потому что время бежит, давай вопрос зададим нашим слушателям. Давай, давай. 8-909-720-101-0. Напоминаю, номер для ваших СМС. Первая СМСка с правильным ответом. Ее автору мы и вручим подарочный сертификат от Арсенала. Итак, вопрос. Вот, а вопрос у нас сегодня будет такой, как раз в тему нашей сегодняшней передачи джиговой, вот, есть такая замечательная приманка Swing Impact Fat. Прямо вот все знают, любители джиговой ловли. Да, любители джиговой ловли, я думаю, что знают все. Так вот, вопрос. Фирма-изготовитель приманки Swing Impact Fat. Все? Фирма. Фирма. Бренд. Как называется? Как называется? Можете русскими буквами писать, можете... Можно по-английски. По-английски. Ну, там могут быть интерпретации. Да, ничего, если не попадете в точное произнесение. Ну, в общем, понятно. Да. 8-909-720-101-0. Поехали дальше. Вот. Соответственно, все, вот, спиннинг мы выбрали. Дальше у нас на очереди это катушка. И все, мы тут засели. Как бы оно банально не звучало. Тоже можно долго говорить о том, что... Тем не менее, катушка... Здесь мы не будем сильно так углубляться, потому что там кто-то ловит мультипликаторными катушками, кто-то безинерционными, кто-то вообще там колесом инерционками. Каждому свое. У каждого там на вкус и цвет у всех фломастеры разные. Вот. Здесь самое главное требование. Мы все-таки остановимся, наверное, на выборе именно безинерционной катушки, потому что они на сегодняшний день самые популярные, самые простые в освоении, если мы говорим о новичках. Вот. Поэтому мы поговорим о них. Самое главное требование, которое предъявляется к джиговой катушке, это мощность и надежность. Так. Связано все с тем, что, ну, мы ловим достаточно тяжелыми приманками. Если рассматриваем нашу реку, а мы сегодня говорим именно о рыбалке на реке Вятка, то это, как уже мы сказали выше, сильное течение. Соответственно, снасть испытывает повышенные нагрузки. Нагрузка, да. Плюс вываживание рыбы, да. Очень часто мы рыбу вываживаем из коряжника, так называемое форсированное вываживание, когда у нас там подзатянутый фрикцион. То есть нагрузки на катушку серьезные. Я, например, ну вот скажу, что я предпочитаю в катушках. Это не обязательно должна быть дорогая модель, которая там стоит каких-то определенных денег. Опять же, здесь можно уложиться в таком среднем ценовом сегменте, но для себя, например, выбирая катушку, я как минимум посмотрю, чтобы у нее корпус был полностью выполнен из металла. То есть таких катушек сейчас на рынке не так и много, как казалось бы. Ну, потому что сейчас же у нас все идет к облегчению какому-то, да. То есть и это коснулось и рыболовного рынка. То есть в дешевых вариантах там используют какие-то именно пластики. В более дорогих вариантах там могут использовать композитные материалы на основе углеволокна. То есть, знаешь, я знаю, что многие маскируются еще под металл, на самом деле, это пластик, но он покрашен так, как это металл. Да, ну, то есть там есть магнитик с собой, берем, все, и мы там поймем, где пластик, где не пластик. Вот, соответственно, там где-то какие-то углекомпозитные корпуса есть, но это на более дорогих моделях, да, они имеют место быть. Кстати, вот на самом деле вот именно такие композитки у именитых фирм, там, Шимана и Даева, у них есть несколько запатентованных своих композитных вот этих материалов, которые реально по характеристикам практически не уступают металлу. Такие катушки бывают очень легкие, очень надежные, очень прочные, но у них есть огромный минус – это цена у таких катушек. Ну, сколько, порази? Ну, за 20. За 20? Ну, хорошая катушка там… Чья-то месячная зарплата. Примерно там сказать, ну, Шимана 15-го года, Твин Пауэр Пи-Джи-4 тысячи, это такая уже легенда джига, именно хорошащая джиговая катушка. У них материал, из которого изготовлен корпус, вот сама вот эта вот ножка у них изготовлена вообще из магниевого сплава, все остальное, именно композитный материал, вот эта катушка имеет рекомендованную розничную цену 36 тысяч рублей. И это далеко не предел. Есть катушки и по 60, и по 70. Ну, это так, отступление такое. Так, возвращаемся. Итак, надежность из металла. Во-первых, я бы выбрал, чтобы полностью вся катушка, это сам корпус и ротор были выполнены из металла. Пускай она будет чуть тяжелее, но зато она будет надежнее. В чем надежность-то проявляется? Не из-за того, что мы там этой катушкой будем забивать гвозди, стучать по камням, именно посадочные места, куда у нас установлены шестеренки и подшипники, в металле их разбить труднее, чем в дешевом пластике. Поэтому именно посадочные места, в которых у нас... Чтобы все механизмы дружно все это работало, прилегало очень хорошо друг к другу и не разбалтывалось. Во-первых, это металлическая катушка. Во-вторых, ну, если мы там рассматриваем спиннинг с тестом, ну, пускай вот это вот такой середнячок, там, до 50 грамм, то я бы выбирал катушку четырехтысячного размера по размеру Шимана. Что такое размерность катушки? В первую очередь, чем больше катушка, тем, ну, по размеру, там, например, тысячная, двухтысячная, трехтысячная и четырехтысячная. Там есть и пяти, и шести, и восьми, там, и так далее, и морские, там. Ну, вот нас устроит, в принципе, четырехтысячник. Середина, да, примерно. Значит, чем будет там четырехтысячник от тысячника отличаться? Ну, во-первых, это размером самого корпуса. Вот, соответственно, ведущая главная пара у него будет большего диаметра, ну, потому что корпус больше, мы можем установить туда пару больше. Соответственно, у него будет более высокое тяговое усилие. Вот. И емкость шпули. То есть тысячник, вот, именно размерность, она в большей степени именно емкостью шпули различается. И четырехтысячник будет иметь, во-первых, достаточно большую шпулю, на которую влезет у нас много толстого шнура, который мы будем использовать. Но у нас это сколько метров? Ну, там, 150-200 метров. Влезет. Я мотаю, там, в принципе, входит. Так это достаточно с запасом еще даже. Ну, да, потому что мы ловим в корягах обрывов очень много, и мотать там 50 метров невыгодно. Вот. Соответственно, шпуля у нас тоже должна быть полностью изготовлена из металла, потому что мы используем плетеные шнуры. Если это будет пластиковая шпуля, соответственно, на забросах и дальше на вываживании у нас сотрет этот пластик, и мы выкинем и шпулю, и шнур, потому что его тоже убьет. Вот. И желательно, чтобы вот этот вот бортик на шпульке был обработан нитридом титана. Ну, такая желтая. Да, да. Желтенькое такое напыление. То есть тренируем мешает максимально. Бортик шпули – это самое такое нагруженное место в катушке, потому что на забросе постоянно трется об него шнур, да, а шнур, именно шнур, он несет на себе достаточно много абразива, может нести из воды, да, и со временем вот он трется. Как назначенная бумага. Да, если у нас на бортике шпули будут какие-то задирчики, вмятинки или еще что-то, в дальности заброса, возможно, мы ничего и не потеряем, но шнур мы уработаем там за пару рыбалок, то есть он начнет махриться, в конечном итоге рваться, мы будем терять приманки, рыбу, ну, ничего хорошего, на самом деле, из этого не получится, ну, поэтому вот так. Еще раз, как титана? Нитрид титана. Нитрид титана. Нитрид титана. Вот, соответственно, нитрид титана. Мы подытожим, металлический корпус, четырехтысячный размер, металлическая шпуля, нитрид титана, и у катушек есть такое понятие передаточное число. Да, но не только у катушек. Ну, то есть вот у катушек спиннинговых передаточное число, то есть сколько оборотов шпули за один оборот ручки, сколько оборотов делая шпуля. Вот, для джига ему нужно выбирать как можно меньше. То есть сразу конкретная цифра? Ну, вот конкретные цифры будут хорошо, если катушка будет с передаткой там 4,4,4,5,4,6. Ну, пусть с ним 5,0, но не больше. Потому что дальше уже идут... Еще раз, один оборот ручки, это соответствует? 4,4 оборота шпули. То есть, о чем это говорит? Это физика. Чем меньше передатка, тем больше усилия, правильно? Чем больше передатка, ну, более скоростные катушки, они менее тяговые. Менее скоростные катушки, более тяговые. Соответственно, самая тяговая катушка, это будет наше обычное колесо, у которого передатка один к одному. Вот, то есть она будет тянуть безумно, но, к сожалению, не сильно удобно. Есть адепты этой ловли, но о них мы говорить не будем. Такие садомазохисты ловли. Ну, нет, там на самом деле своя философия, и людям нравится, и каждый по-своему там болеет. Так. Хорошо, вкратце про катушку, видимо, вот так. Да, дальше нам нужно на катушку что-то намотать. Ну, да. Там сейчас современные есть лески, нанофилы, монофилы, флюрокарбоны, чего только нету. Друзья, мы мотаем обычную нашу всеми любимую плетенку. То есть мы мотаем плетеный шнур, но их на сегодняшний день тоже очень много. У японских фирм, там, американских, их вышла там какая-то куча, и запутаться очень просто. Мой совет. Для ловли на реке Вятка забудьте про всякие восьмижильные шнуры, гибридные шнуры, шестнадцатижильные шнуры. Все, все, что больше четырех жил, нам не нужно. Связано все с чем? Восьмижилка, там, при всех прочих равных, да, при одинаковом диаметре она будет иметь большую разрывную нагрузку. Она будет более гладкая, она будет более тонкая, соответственно, с ней приманка полетит дальше. Но она нам не подходит по одной простой причине. Джиговая рыбалка – это контактная ловля. То есть когда мы контактируем с подводными препятствиями, бровками, коряжниками, какими-то там обросшими дрейсеной, вот этой вот ракушкой, там, всевозможными предметами, вот, там, жесткой травой какой-то, да, то есть мы постоянно через них эту приманку продираем. Так вот, у восьмижилок есть такое понятие, когда, ну, вот, у спиннингистов уже опытных оно очень часто используется. Они говорят, ну, у меня плетёнка посыпалась, то есть она никуда не осыпалась, ничего с ней не случилось, то есть она посеклась о какие-либо препятствия. То есть одна-две жилочки посеклась, и потом под нагрузкой она начинает вот так вот пух, махрится, то есть, ну, называется сыплется. Она реально сыплется, потому что там плетёнка с разрывной нагрузкой в 20 килограмм, и вот так вот чуть-чуть бац, и потом берёшь, и всё, и руками... Знаменитый просто пример вспоминается, на тебе прутик сломай его, да, он сломается, на тебе метёлку из этих прутик. Если один противник сломается в этой метелке, то все. Вот, соответственно, здесь вот такая же история. Поэтому нас интересуют обычные четырехжильные шнуры, причем достаточно жесткие. Из примеров, которые я могу сказать и которыми пользуюсь сам, это классический шнур Power Pro. В диаметрах 0,15-0,19 его в принципе хватает в 99% случаев для нашей рыбалки. Из японцев неплохие варианты, это будут там UGK Upgrade J-Sol четырехжильные, в принципе, тоже такой нормальный шнур. Это я сейчас говорю о шнурах, которые находятся в такой, ну, в среднебюджетной ценовой категории. То есть есть дешевле, есть дороже. Есть намного дешевле. Ну, вот эти шнуры, это в предел там 1300-1,5 за 150-200 метров размотки. Это, в принципе, ну, очень хорошая цена, причем реально рабочие шнуры. Вот. По диаметрам. Соответственно, здесь тоже есть несколько нюансов, и поэтому, ну, будет хорошо, если на вашей катушке будет не одна, а две шпули, которые вы можете менять оперативно. Если нет, ну, лучше всего, конечно, там, иметь не одну катушку, хотя бы там две, и на ней разные шнуры. Объясню для чего. Очень часто бывает такая ситуация, что, например, у нас очень сильное течение, очень сильное течение, а у нас намотан там шнур какой-нибудь там, не знаю, 0,2. И вот, чтобы достать дна, нам приходится вешать там груз там в 60 грамм, потому что шнур порусит. Толстый шнур порусит на течении, соответственно, дна мы достать не можем, там, проводка неправильная, и все-все-все. Не достигаем этой цели. Да, соответственно, нам нужно поставить более тонкий шнур, а там разница реально критична, то есть два шнура там 0,15 и 0,19 в одинаковых условиях при одном и том же течении, там, с 0,15 шнуром у меня комфортный вес при проводке, там, к примеру, будет 28 грамм, а со шнуром 0,19 в этом же самом месте мне комфортно будет ловить 36. То есть разница ощутима. А когда течение у нас еще сильней, то, соответственно, разница будет еще выше, и, соответственно, вот толстые шнуры, они не очень хороши, потому что, ну, нагрузку на снасть они такую дают. Но есть обратные ситуации, когда, например, толстый шнур нам в помощь. А это что? Например, ловли щуки. Щука очень любит такую, ну, скажем так, вальяжную проводку, когда приманка очень долго зависает, именно вертикальная составляющая долгая. Если мы, например, ловим на откровенной мели, ну, там, не знаю, там, 2-3 метра, вот, 2-3 метра, у нас стоит тонкий шнур, и нам надо, соответственно, чтобы у нас приманка медленно падала, поставить очень легкий груз. Здесь есть нюанс, например. Иначе она быстро прям будет опускаться. А нам, например, надо кидать там за 30-40 метров. Ну, ближе не подойти. Вот 30-40 метров надо кинуть, а мы не можем туда кинуть груз там в 10 грамм, с которым у нас реально там правильная проводка. Мы просто не докидываем. Соответственно, мы убираем эту шпулю, ставим шнур там 0,19, либо там 0,2, ставим груз уже не 10 грамм, а ставим груз там 16, докидываем туда, куда нам нужно, и у нас скорость проводки будет точно такая же, как на тонком шнуре с 10 граммами. Ну, то есть вот такие вот нюансы, о них тоже нужно знать. Это такие, скажем так, фишки, которые используются на рыбалке, без которых жить-то на самом деле сложно. Вот, поэтому... Восемь минут, видимо, о самих приманках сейчас настало время поговорить. Да, немножко поговорим, затронем приманки. Опять же, их там какая-то куча, и просто вот с приманками там реально голова идёт кругом. Ну, можно день ходить, разглядывать это всё. Ну, я думаю, что можно больше. Целые витрины эти. Я думаю, что можно ходить на самом деле больше. Основных типов приманок, которые сейчас у нас есть, их несколько. То есть есть стандартные там силиконовые приманки. Это виброхвосты, да, то есть это имитирует именно рыбку. Вот в её там форме их сумасшедшее количество. Вот, кстати, вопрос там с Wink Impact Fat, да, это виброхвост. Виброхвост. Определённые формы, очень уловистые. Вот. Есть там, например, твистеры, да, которые, не пойми, что имитируют. Может, червяка. Загигулина какая-то. Ну, вот какую-то загигулину, но у них особенность в том, что они дают очень правильную вибрацию в воде. Любая хищная рыба в охоте использует... Башню сносит рыбу, да. Боковые линии, поэтому твистера имеют место быть. Есть различные гибридные приманки, слаги, черви, чего только нету. Вот. И, например, обособленным таким вариантом стоят поролоновые рыбки. Так. На чё ловил? На поролон. На чё ловил на поролон, да. Часто в отчётах, да, можно и видеть. Вот. Вообще, опять же, из истории джига, на заре его зарождения в нашей необъятной стране, основная приманка, на которую ловили джиговики, это как раз была поролоновая рыбка, потому что на тот момент в магазине... С вами делали? Конечно. Конечно. На тот момент в магазине каких-либо там, не знаю, там, твистеров, виброхвостов там ещё где-то практически ничего и не было. Их, может быть, там откуда-то где-то как-то подвозил, кто-то привозил, по чуть-чуть они расходились там в узком кругу и всё. Их там очень берегли. И основная приманка была поролоновая рыбка, действительно. И по сей день она остаётся очень актуальной и очень-очень ловящей приманкой. Да. Трофеи часто можно даем. По своему опыту скажу, вот в моей ловле, там, не только на Вятке, там, это на Волге, на Каме, где угодно, процентов 70 времени я ловлю на поролон. С учётом того, что в катере всегда там лежит огромное количество силиконовых приманок, но я ловлю на поролон. Объясню почему. Потому что поролоновая приманка – это такая штука, которой игру задаёт рыболов. То есть я реально с ней могу сделать то, чего я не смогу сделать там с виброхвостом. Потому что в виброхвост уже инженеры определенной фирмы заложили там свою какую-то идею. Они её, грубо говоря, там, реализовали с помощью, там, формы тела, мягкости этого пластика, из которого она изготовлена, там, величины вот этого пятака, да, там, какой-то формы, там, загиба или ещё что-то. И, соответственно, вот, вот всё у нас. Ну, как бы мы её ни вели, вот эта приманка играет так. Там, возможно, какие-то варианты анимации там или ещё, но на этих анимациях приманка так или иначе всё равно делает те движения, которые заложил производитель. И поэтому бывает так, что ты действительно ставишь одну резину, ловишь, 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 не клюёт. Берёшь другой формы, которая играет по-другому, у тебя в этом же месте начинаются поклёвки. С поролоном всё немножко по-другому. Своей игры он практически не имеет. Ну, практически, за редкими исключениями. Есть там специальные поролонки, которые, опять же, в основном вырезают себе рыболовы сами. Вот я ловлю там, ну, только на самодельную. Да, а ты, кстати, сам изготовляешь. Конечно, я ловлю только на самодельную. У меня там своя форма уже на протяжении нескольких лет, которая нравится. Ну, на самом деле, есть и хорошие рабочие варианты в заводском изготовлении. Их много. То есть, контактовские поролонки ловят хорошо. Есть такой Мамбо, да, который делает поролон, он ловит тоже хорошо. Там спиннинг-лайновские поролонки ловят очень неплохо. Так что там можно купить. А тут является ли ключевым фактором самому вырезать или покупать, опять же, бюджет? Что дешевле? Или это вообще не рассматривается? Здесь плюс-минус одинаково. Но почему одинаково? Однозначно вырезать. Если вырезать самому и ставить ту фурнитуру и крючки, которые используют заводские производители, самодельная приманка получится дешевле. Я же ставлю, скажем так, более дорогую фурнитуру и более дорогие крючки, которые мне необходимы. Соответственно, у меня приманка получается либо так же, либо даже чуть дороже. Ну, а отдельно фурнитуру и крючки, это всё продаётся. Конечно, конечно. И чем хороша поролонка? Она может быть в нескольких вариантах оснащения. То есть самый популярный, это так называемый прижатый двойничок. То есть поролонка на двойнике, у которой жало крючков прижаты к телу, но в то же время они не спрятаны в него. И вот здесь самое основное отличие, когда мы ловим на резиновую приманку на овсетнике, в дичайшем коряжнике, чтобы уйти от зацепов, мы приманку очень сильно прячем в тело. Ну, крючок прячем в тело приманки. Чтобы не зацепился. И здесь очень много пустых поклёвок холостых. То есть у нас происходит поклёвка, подсечка, резина в лохмотье, достаем, всё, рыбы нет. С поролонкой у хищника такой номер не пройдёт. Она в любом случае засечётся. Там двойник, как бы он не попал ей в рот, боком или ещё что-то, хотя бы одним подделом, но мы его просечём. Это, во-первых. Во-вторых, есть ещё такая особенность. Очень часто бывает, особенно в коряжнике, хищник бьёт, но промахивается. То есть это мы чувствуем, мы ведём, у нас там поклёвка, мы подсекаем, бам, мимо удар, всё. С поролонкой я продолжу проводку, и как минимум в 80% случаев я его доловлю. То есть он продолжит атаковать. А с силиконовой приманкой я продолжить проводку не смогу, потому что он уже её собьёт с крючка. А поролон, он всегда остаётся в изначальном виде. То есть ударил мимо, продолжил, доловил. Силикон слетит, соответственно, у неё игры уже не будет. Крючок оголится, мы его можем зацепить в корягу. Поэтому мы, как правило, после холостой поклёвки с силиконом, мы что делаем, мы вымотываемся. С поролоном продолжаем. Это, во-первых. Во-вторых, поролон, как я уже сказал, ему нужно задавать. И можно, и нужно задавать игру. И вот здесь, на самом деле, кто во что гораст. Ну, техники-то, видимо, отдельную передачу нам надо будет освещать. Техники джиговой ловли, да. Сегодня мы говорим исключительно о снастях. У нас пару минут ещё есть. Я думаю, что мы продолжим, наверное, про поролонку. Потому что поролон очень часто ловит хорошо по холодной воде. То есть это осень? Начало сезона. Начало сезона и завершение сезона. И завершение сезона. Не знаю, с чем это связано. Но вот реально в этот момент поролонки выстреливают лучше. Но, тем не менее, эта приманка такая универсальная. И я ловлю весь сезон. Прямо весь сезон. Значит, именно проводка может быть очень интересной. Это может быть подрывы. Мы можем просто волочить её по дну. Мы можем, грубо говоря, ввести её в толще воды. Вот так называемый биологический джиг. Биологический джиг. Мы можем ввести приманку с более длительными паузами именно на дне. А связано всё с тем, что поролон же имеет положительную плавучесть. И когда мы подбираем крючок... То есть почему я сам, например, вырезаю для себя поролонки? Потому что я их тестирую в ванной. Как бы это банально и смешно не казалось. Но, тем не менее, я добиваюсь того, чтобы после того, как у меня приманка падает на дно, она всегда торчала хвостиком вверх. Соответственно, когда у меня есть течение, после того, как она стоит на дне, у неё хвостик вот так вот виляет. Очень много поклёвок, особенно в коряжниках, происходит именно со дна. То есть мы перевалили коряжку, бац, ударили на дно, выбрали слабину, вот просто в натяжку и держим. И там вот эта пауза может... И тут происходит. Вот эта пауза может и 5, и 10 секунд происходить. Потом происходит жёсткая поклёвка, достаем, у судака там прям земля вот так вот изо рта выпадывает. То есть он её поднял прям с грунта. Схватили. Сделать это с силиконовой приманкой, с обычной, не получится. Есть отдельный тип приманок, плавающий силикон, который тоже будет стоять. Вот с ними это возможно, но, во-первых, они достаточно дорогие, это раз. Во-вторых, силиконовая приманка ещё имеет такую штуку, у виброхвостика хвост откусила, и всё, вот морковка, которую практически не ловит. Ну, это всё уже испорченная слость. А на поролон, я реально ловил там поролонка 10 сантиметров, вот у меня её откусили практически до крючка. У меня просто вот такой вот обрубок, мочалка была, так мы их называем, да, и на эту мочалку продолжала клевать. Вот что у неё там, да, в голове? Непонятно. Ну, почему именно вот этот обрубок? Тем не менее, это факт. Я всё-таки склоняюсь к тому, что это именно вот какая-то игра такая своеобразная. Ну, вот снова время прям очень быстро пробежало, да, прям незаметно. Понятное дело, что увлекательная тема, джиговая ловля, и рассказчик тоже на высоте. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Завершается передача, очередная трофея «Рыбалка». Видеоверсию смотрите на сайте эхакирова.ру и на нашем YouTube-канале. Василий, не будем скрывать, отправляется в командировку на крупнейшую выставку, да, рыболовных принадлежностей. Международная выставка в Москве. В Москве, да. И вот в следующей передаче мы обещаем подвести итоги. Итоги. Мы расскажем о тех новинках, которые мы там посмотрим. Расскажем о том, что у нас появится. Ещё раз напомню, что конкурс, фотоконкурс продолжается, и мы его приурочили к 8 марта. Принимаются в фотоснимки женщин, рыболовов. Участвуйте. 30 литров бензина от нашего генерального партнёра компании «Движение нефтепродукт» на кону. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Генеральный партнёр программы – компания «Движение нефтепродукт». «Движение нефтепродукт». Трофей рыбалка.